Сюда мы можем зайти. Путь впереди ведет к окраинам аббатства. Что будем делать? Отправиться прямо к кузне в арсенале Дургана. Прямо к кузне отправиться. Котел газовый. Холодную воду, значит, останешься вообще без воды. Без всякой. Но, как правило, если отключает горе эту холодную воду, то горячая тоже обычно отключается. У меня, по-моему, за всю мою короткую, да ладно, короткую, длинную жизнь всего один раз была такая ситуация, когда не была холодной воды, но была горячая. Виктория Александровна, это не Вика. Виктория Александровна. Какая-то же песня есть, да? Которая типа этот. Ви-ка. Холодная вода в водоразборной колонке через дорогу. Удобненько. Включились. Еще одна в 100 метрах. Может, у вас еще и колодец где-нибудь там неподалеку есть. Там, если совсем все колонки не работают, то можно в колодце почерпнуть. А, из дня выборов. Немного не в ту сторону подумал. Так, в кузнице, в кузнице мы, значит, да? У нас открыто в нет времени. У нас закончили. Что-то вы от меня тут прячете. В реке можно? А, а она у вас чистая. У вас часто воду из реки набирают? Кстати, тут стали подвезли немного. Можно еще что-нибудь обмазать. Это лучшая часть Валории. Я отправляюсь на берег реки и там сплю. Если бы у меня там ловил Wi-Fi, мой сон был бы намного крепче. И рыба там не мрет. А, как ты определилась, Ириня, что она там не мрет? Ее там просто нет? Ее там не видно нигде? Или видно, как она там плескается и радуется жизни? Да, нормальная телега. Я просто представил, как вся наша компания на ней спускается вместе с медведем. В Москва-реке тоже есть рыба. И не мрет ведь там. Ты бы стримил с берега реки? Я-то, кстати, когда забирал ноутбук, последний раз я как раз с ним пошед отходил мимо берега реки. Думал, а не засесть ли мне на побережье там и не постримить ли? Но все закончилось на том, что я вспомнил, что там нет Wi-Fi, к сожалению. А, с удочки. А, ты же точно, ты ведь и этот рыбак. Купаться можно. Если у вас там купаются, ловят рыбу и просто воду набирают, когда нигде ее не остается. Хорошая у вас река. Действительно настолько чистая. Большая редкость в наше то время. Я вот в нашей реке купаюсь, может быть, раза два-три за все лето. Когда совсем уже... Совсем уже меня жара достанет. А так, что-то как-то стремновато заходить. Белая кузня вспыхивает невероятным жаром, который обрушивается на вашу незащищенную кожу. Фрагмент молота Абидона в ваших руках становится теплым, словно узнав это место. Он намного меньше оригинала, но металла достаточно, чтобы создать подходящий вам по размеру молот. В этой кузне фрагменту можно придать нужную форму. Восстановить молот. Вы воскрешаете поселок городского типа. И там все чисто. Большинство рик такие? Нет, не большинство. Совсем даже не большинство. Не у нас попил из реки воды. Между прочим, я как-то раз купался в реке и как-то так сложилось, что я... Ну, когда плыл, в общем, вдохнул типа ртом и... Такой нормальный глоток воды сделал. Я, честно, после этого ждал, когда же я откинусь. Думал, доживу ли я вообще до вечера после этого. Ну, слушайте, ничего. До сих пор вот жив. Жив, цел. Ну, почти. Russia is a big gun. Ну, ладно, да. Просто до большинства из них не добраться, как правило. Мы в основном слышим-то про Москву эту... Москву-реку. Да, да, все так и было. Заглотнул разок, а стал Вань Панчменом. Надо, если запилить желтый костюм с красными перчатками и идти творить добро. Образы объединяются и принимают определенную форму перед вашим внутренним взглядом. Вы знаете каждый изгиб, каждую гравировку, смотря на бесформенный комок металла. Вы уже видите, что из него должно получиться. Фрагмент нагревается медленно даже в белой кузне и быстро остывает, когда вы обрабатываете его на наковальне. Истекающий пот уже образует лужу у ваших ног. Ваша рука тяжелеет с каждым взмахом кузнечного молота. Вы поднимаете ее с большим трудом. Минуты кажутся часами. В популяции болотников изучать. Да, пора экспедицию направлять, на самом деле. Давно пора было. Да-да-да. Экспедицию и книжку запилить. Подложить туда хитрое устройство, которое будет наблюдать за тем, что там вообще водится. Когда молотопидон начинает принимать форму, звон вашего кузнечного молота становится знакомым. Этот звук вы слышали в своих снах. С каждым ударом в вашем разуме вспыхивает образ. Сначала он расплывчатый, но проявляется по мере того, как молот принимает сходство с оригиналом. Со временем прорисовывается картина снежного пейзажа, в центре которого видно кратерное озеро. Группы безглазых патрулируют его замерзшую поверхность. Это может быть только то место, которое описывала Ондра, Рубец Кейрона. Каждый раз, когда вы опускаете молот, часть безглазых приостанавливается и поднимает голову вверх, словно прислушиваясь к эхому удара, который доносит ветер. Когда проявляется больше деталей, вдали вы различаете другие ориентиры. Сталвард, арсенал Тургана, и понимаете, в какой части белого перехода находится озеро. Туда вам и нужно отнести молот. Наконец, вы завершаете работу над молотом, аккуратно выгравивав зубилом последнюю деталь. Как только вы вырезаете последнее углубление, молот начинает пульсировать чистой, сильной энергией, похожей на механическое сердцебиение. Молот неописуемо великолепен. Ну, неописуемо великолепен. По своей форме, весу и внешнему виду. Кажется, металл исполнил свое предназначение в этом предмете. Странные мужики удочками что-то там в питоне ковыряют, и им норм. Я каждый раз, кстати, с Ардикой там удивляюсь. У нас такая же тема есть. То есть я, значит, иду по мосту, смотрю на эту нашу речку, говнотечку. Там всякая рыба плавает вот на спине, так судорожно в конвульсиях. Вот. А вдоль реки, там типа на набережной, и стоят просто вот, не знаю, десятки мужиков с удочками. И так, с этими, со стеклянными глазами. Не знаю, зачем-то, зачем-то ловят. Да, два раза запилил, Юра. Это ты селфи сделал, что ли, или что? Я пока не улавливаю. Наконец-то показал свою фотку. Прямо с моста. Ну, у нас вот там, типа, набережная такая, там специально сделаны эти места для рыбаков. И там стоят, и что-то ловят. Я не знаю, зачем, и... Да ладно, извиняется он. Стыдно ему, видите ли. Так мы все и поверили. Прямо сверху с моста видно, когда рыба плавает. Так хочется сказать, что у вас там настолько прозрачная вода, да, что прям рыбу видно с моста. А, которая прямо напротив Кремля стоят. А, с моста метро. Метров 20 до воды. Просто у нас только вообще поверхность воды буквально там. Я не знаю, вот столько, наверное, воды прозрачно, что там можно взглядеть все, что ниже там. Там, не знаю, там мрак просто, там черная дыра. Вообще, я боюсь представить, что там. Вы берете молот в руки, его сила волнами накатывает на вас, сотрясая тело настолько сильно, что вы чуть не падаете на колени. Дрожь проходит. Это же молот Тора мы только что скрафтили. Вот, лол. Учитывая то, что я смог его поднять, значит, я все-таки достоин. Достоин этого. Дрожь проходит, на прилив силы не исчезает. Вот, волоски на руках стоят дыбом. В своих руках вы держите точную копию орудия бога. А мой муж скопипастили неоткуда-то. А, ты прокиески своих. Сейчас бы за рейнджера с молотом побегать. Слушай, очень мило, кстати. Я повалялся. На берегу такой речки. Она ведь чистая, да? Услышал достаточно. Слезть, доносится звуки спора. Дариан быстрым шагом входит в комнату, скрестив руки на груди. А Венгра следует за ним. Венгра замечает вас, радостно указывает пальцем. Видишь, Дариан? Рексар скажет тебе. Мы можем остановить их. В воздухе чувствуется напряжение. Дариан резко разворачивается и обрывает Венгру рубящим жестом. Если он видел их, он знает о чем-то. Что здесь происходит? Что-то убило целую группу охотников в лесу. Их разорвали на части, как кукол. Насекомых. Я же говорила, все, что нам нужно, заманить их на расстояние выстрела из этих пушек. Мы даже не знаем, что они такое. Я знаю. Все поворачиваются к вам. И если вы хотите жить, то заткнетесь, этого момента будете слушать только меня. Слушай меня, если хочешь жить. Наичистейшая. Ну да, сразу ведь видно, что чисто. Ядро земли. А вы в этой речке, видимо, черпаете силу земли, да? Да, реально, закинул там напитки вот в вашу речку и сиди на травке. Радуйся жизни. Читай книжки там. Хотя мне всегда было немного стрёмно на траве сидеть. Потому что там какой только гадости не ползает в этой траве. И все хочет до тебя добраться. Помидоры мыть на салатик, да. Силу земли черпать. Безглазые скрываются в рубце Кейрона. Я отправляюсь туда. Бенграйдерриан удивленно смотрит друг на друга, раскрываются. Все знают про это озеро. Оттуда еще никто не возврат... О-о-о! Возникает неловкое молчание. Венгра громко прочтет. Подготовить эти дальнобойные пушки, то я бы смогла подсобить. Я туда отправил группу, но они вернулись ни с чем. И ноют про скульдраков и прочую нечисть. Кульмару чуть ногу не оттепали. Если чудища уже в пути, то у нас осталось мало времени. Если ты действительно собираешься их остановить, возьми это. Это лучшая руда, что мне удалось добыть в шахтах Сталварта. Это руда не так уж много, но ее качество достойных кузнецов паргрунов старых времен. Сможем еще сейчас пару броников или, не знаю, пушек обмазать этой самой стали. Женщины рожать приходят в нее, чтобы богатыри рождались. Почему мне сразу ассоциации со Спартой? Ладно. Неважно. Вот там муравьи встречаются. А, они больно кусаются. Ну там муравьи еще не самое страшное, что можно в этой самой траве встретить. Есть же всякие клещи, пауканы. Что там еще? Специально обученные кузнечики-убийцы. Там много всего. Если б только божьи коровки. Ах, если б только божьи коровки. Так, ребята, а кто-нибудь торгует здесь вообще? Мне бы кучу хлама сдать. Змеи. Ну, змеи совсем редкость. Это уж совсем. Пауканы безвредные. Да, я... Чего-то я сомневаюсь. Мне кажется, это такие же сказки, как и то, что там... За 30 секунд система может завестись. На ССДхе. Сразу мужик бородатый вылезает с косой. А что ж не с топором-то я сразу не знаю. Дрова рубить по леницу власть. Большинство, вот. Уже большинство, уже не все. Не все пауканы одинаково безвредные, да? Злых не водится. А как же крестовики? Которые такие большие и страшные. За 7? За 30 установить можно? Ну, это все равно, это все ваши сказки. Не, носки так хватит. Блин. Еще одно этой хреновины. Вот где-то я не нашел ее. Не хватает. Не хватат. Что можно обмазать? Так, слоу, слоу, слоу. Не знаю, у меня, когда загружается быстро, мне там мой антивирус показывает, что у вас, ну, очень быстро загружается. Можете гордиться своей системой. Можете даже в интернете разместить информацию о том, как быстро у вас загружается. Это так повышает мое ЧСВ каждый раз. Ну, в Австралии там... Там уже и пауки не самое страшное. Начнем с этого. Размером с собаку, да, пауканы? Так вот, консоль. Нет, консоль это... А кто кого жрет на этой фотографии, а, Юра? Кто кого здесь победил? Что-то не совсем понятно. А я могу как-то вот так одним кликом засунуть? Столько мусора скопилось. Это паукан, думаете, победил? Ну, может, змейка? Может, змейка заборола паукана? Вот эти труселя, которые с вычетом урона, змейсят на деревьях. Многое место и слишком мало времени. Жидкое пиво, большие кролики, тенгуруи, все говорят. Да не знаю, в Австралии реально слишком много вот этой всякой... В общем, я бы не хотел там жить, пожалуй. Мне и наших насекомых хватает летом более чем всякого этого летающего говна, которое... Я помню всяких шерстней, которые меня порой преследовали минут по 10. Летая вокруг. Знаете, как-то неловко себя ощущаешь, когда вокруг тебя такая здоровенная вот эта хрень летает. Круги наворачивают и смотрят так, коситься, знаете, этим ленинским прищурам. Как-то стремновато. А там вон всякие пауканы из гальюнов вылазят. Победила казино. Да, пауканы из чатика еще. Сейчас бы пауканов из чатика поупускать. Вот, защита от заворожения, дезориентации и доминирования. В принципе, неплохие трюкселя, если их обмазать сталью. Забавно, да? Можно обмазать сталью. Ровно один слиток стали есть. То есть на пушку нам не хватит, но у нас и нет пушек, которые можно обмазать. А если мы обмажем броню, то как раз таки вот этот штраф 15% полностью уберем. Молота бидона 28-40. Ничего себе, точность 15. Урон 55. Легендарное качество. Сила плюс 4. Такие пауканы у вас водятся. В вашем поселке городского типа. Точность 115, кстати. Кстати говоря, точность 115. Точность 115. Потому что тебе дам. А что, будешь бегать с молотком? По-моему, норм. Да, потеряешь немного отклонения. А, нет, много потеряешь. Он двуручный. Блин. Слишком много потеряешь. А где мой лук? Куда делся мой лук? Вот он. Вот он родной. Я уже думал. Все пропало, а шеф. Все пропало. Нет? Ну ладно, давай. Господин Сиддек. Спалил бы хату, конечно. Что тут еще? Какие-то варианты разве есть? Утконосы. Утконосы ядовитые. Так, что я хотел еще взять? Лук, значит, у нас есть. Молота бидона. А, броня. Хотел еще посмотреть, как она выглядит. Нормас. Четкая хрень. Как тебе, Андерс, а? По-моему, нормально заходит. Как раз тебе вот тут защита от заворожения, дезориентации. Доминирование. И скорость атаки всем бафнешь. Если откинешься. Не так клево смотришься вообще. Юрка одобряет. Кто бы сомневался. А еще, наверное, нужно ее обмазать тогда сразу. Так, а у меня там было на прошлой броне. Что же я тебе качал-то? Восприятие, да? Восприятие телосложения. Сила, ловкость. Что там было? Телосложение, да? Телосложение плюс два. Телосложение. Ну, давайте обмажем. Добрый ночегали. Так, ну, превосходное качество все равно вот этой самой чешуи у меня нет. И можно еще защиту от колющего урона, наверное. Да, защита от колющего, давай. Вычета руна восемь, защита от колющего одиннадцать. Нормально. А, и телосложение плюс два. Так. Все, нормально. Еще осталось. Одиннадцать из четырнадцати. То есть, в принципе, можно еще это самое качество впилить. На легендарное уже никак не влезет. А превосходное, я даже не знаю, найдем ли мы адровую чешую. Впрочем, и так сойдет. У нас нет штрафа к скорости атаки, то есть он будет стрелять достаточно часто. Нормально. Так. Все, пора на озеро отправляться, значит. Пойдем завершать. Крепота. Страшно, неприятно, отвратительно. Ну, вообще, крипота, это, скорее, все-таки, когда страшно. Ох, ни хрена себе там скелет. Ё-моё. Ё-моё, ребята, что делается? Да что ж такое там творится-то вообще? Где, кстати, мой болотный дракон? Так сойдет. Два звезда и шага. Пойдем! Пойдем! Думаю, у меня там бросок по воле почти две сотни. И как-то паралич прокнул. Это вообще законно? А-а-а-а! Два звезда будет невероятно бесполезная там была. Из-за чатика еще не видно. А, вот это вот кольцо было. Скорость атаки минус пять процентов, телосложение плюс четыре. Телосложение плюс четыре. Скорость атаки минус пять. Хлебом не кормить, дай поданатить. Так, кому... Кому бы нам телосложение четыре впилить? Ну блин, это кольцо. Тут слишком важная слоты. Чтоб так просто взять и поменять. Но телосложение плюс четыре это достаточно круто. А, ну ладно. Фиг с ним. Переживем как-нибудь. Без этого кольца. Безобидные медведы. А как нам через тех мужиков прорваться? Бред первейшин. Чё-то как-то ты припозднился. Поехали. 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 Поехали тебе! Ах. Размер, в конце концов, Барк, это ведь не главное. Не в размере счастья. Так, ну что ты нам скажешь? Кто бы это ни был, он уже давно мертв. Ну да, остатки плоти почернели и застыли от мороза, коснутся трупа. Этот кратер беспокоил вас и ваших трех спутников. Он кажется каким-то неправильным, оскверненным, но жажда наживы пересиливает. В этом огромном камне в центре озера может быть золото, драгоценное камни, что-то еще. Изнурительная работа заняла целую неделю, но лодка готова. Пусть в ней есть небольшие прорехи, но ее будет достаточно, чтобы переплыть озеро и вернуться обратно. Вы отчаливаете от берега, и ледяной ветер наполняет парус. Садон улыбается вам. Он больше всех сомневался, что лодка будет держаться на плаву. А еще через мгновение, едва успеет скрикнуть, он исчезает. Когда огромное щупальце сдергет у вас лодки и затягивает под воду. Здесь есть кракен. Получается, тогда я прихожу. А ты ведь был сегодня, да? Первичное, по-моему, ты уже заходил. Часа четыре назад. Или пять, или шесть. Может, это был не ты? Из-за воды появляются другие щупальца. Воздух заполняет треск дерева. Лодка раскалывается на части. Вы без раздумий ныряете в воду и, отчаянно работая руками и ногами, плывете к берегу. Надеюсь, что ваши друзья делают то же самое. Тяжелые меха тянут вас вниз, но каким-то чудом вы добираетесь до суши. Я видел эту летающую хрень. Только что мимо меня пролетело. Волосатая штука. Да, Чикаго вообще ничего не одобрит. Но уже выяснили, что ему вообще ничего не нравится. Кроме шашлыков и ножового боя. И рапира, обмазанных тьмой. Вы слышите булькающий звук и, подняв глаза, видите одного из людей рыб, лагуфета, который стоит над вами с поднятым копьем. Вы поднимаетесь на колени, подняв руки, чтобы показать, что у вас нет оружия. Что вы не представляете угрозы. Лагуфеты снова издают этот звук. Стойте! Вы только начинаете говорить, но существо уже погружает свое копье глубоко в вашу грудь. К счастью, огонь быстро проходит и мир вокруг гаснет. Ах, да, еще кровосток. Точно. Просто так давно дабтрекер не работал, что я уже забыл. В Кровостоке. В Кровостоке. В Кровостоке. Так, вчера тут был, что надо познать, если тебя с кем-то спутал. График стримов есть. Ну, почти каждый вечер. Неожиданное событие, ну... Нет, всё-таки почти каждый вечер. Неожиданно каждый вечер. Внезапно. И ещё куча всякого... Трэша. Не знаю, что бы мне такого скупить. Чтоб потратить всё бабло. Пойти, что ли, раз сорок всех. Респектнуть. Крупный пятнистый, что ли, гар? Мерзкий... Мерзкий... Ё-моё. Мерзкий... Мерзкий... Уж это колдовство. Мерзкий... 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 Ну да, если бы хотя бы, не знаю, грейды там за безумные деньги или некоторые ингредиенты Например, ту же чешую дракона можно только выбить, её нельзя нигде купить И это очень жаль Утраченный оберег изверистого пути, шея, концентрация плюс 20, решительность плюс 2 Освещённая земля один раз за бой Хороший, кстати, амулет Освещённая земля на халяву раз за бой Вполне неплохо Концентрация такая у себя Сила плюс 2, некому давать Хорошее кольцо Нормальные шмотки, но слишком поздно Слишком поздно Как говорится, ложка дорога к обеду Да, нормальное животное, но... животное Хе-хе-хе Это закончено Ну, опять же, размер не главное Медведь опаснее У меня медведь вообще уже машина смерти У него, между прочим, 109 точностей У этого самого медведа 109 точностей Это очень много И сроки он дамажит на 43 Без скрита То есть скритом он снесёт где-то около 70-80 При этом... Ну, 70 защиты, конечно, немного Но при этом имеет 29 вычета урона Это тоже очень дохрена В общем, малый медведь, да, опасен Сильно опасен Но вначале Вначале он совсем-совсем не опасен Все его обижают Все, кому не лень В первую очередь убивают А сейчас нужно постараться Чтобы Мишу слить Как это вы с Лагуфетами-то подружились, а? А не Куда же ты бежишь, родной? 9000 сотрясений мозга Такие закалили Ну да, да, между прочим Вот через столько я прошёл Что теперь просто вот стал машиной смерти Через боль, страдания Унижения и сотрясения мозга Он достиг вершины просветления Да, запилю-ка я гайт на медведя Как правильно прокачать медведа Суров, но он прикиден Не только суров, но ещё и эффективен С ноги просто, да? С ноги Он к молниям Слушайте, а они не все Нет, все Все У тех тоже были Резисты к рубящему урону И к огню неуязвимость Ну да Но их слабость это воля И кстати, а ну да Реакция никак вообще Потому что паралич Из нотворкинг На Давайте, может, потом про них почитаем Да, кстати, анимация примерно такая же Ага, тут ещё ищу пальца Ох, ё-моё Мы нас сейчас не заувнили вообще Ведь шанс бить их с ног Не очень-то и высок На, не, погоди, погоди Ходи-ка подумать Болезнь из ориентации А так Ментальная чума не пройдёт Мы можем оглушить, да? У нас смысла там нет Лучше паралич кинуть Ай, да ладно Давай Давай, как обычно Посмотрим Так, китай же ты баф, ну Поехали их пилить А что там у нас пощупальца? И мунг А, ну ладно Они сгорят Пощупальца не особенно опасно Поехали Всех кс ищу пальцы здесь щупальца совпадение да да так ли да ладно они не особенно опасно все указывает на то что они не особенно опасно эти самые щупальца видимо где-то и кракен неподалеку у восьминогов мозг в щупальцах не слышал о таком я конечно небольшой эксперт по восьминогам и в драгонборне щупальца кстати да а еще я слышал в хентаям тоже много щупалец маловато как ты думаешь тентаклей может ну для пачки кракенов маловато а для одного как-то кракена слишком много вроде щупалец про осьминогов я видел только то что они могут не знаю вот такое вот такое просто маленькое отверстие изи вообще просочиться и да супчик нас научил тому что осьминоги имба и могут носить восемь колец что-то роскомнадзор как же он банит беспощадно все трекеры перебанил где же нам теперь доставать пиратский контент где же нам на халяву скачать игры даже и не знаю все закончилась халява все роскомнадзор заумил они обидали тут даже какой-то мужик с копьем опасная особо давай ка ты это идешь родной и ты тоже вот мы отойдем я всех баф он копьями сверху кидаются что мне такое крутое а вот и может проводить вот эту хрень и по похитить скорость атаки у нескольких целей вор времени на 19 секунда ведь реально прикольная же тема то есть не станут бить в два раза медленнее ходится одной левой полила пола качать оттуда же ну да я например моем мире ничего не поменялось после двух роскомнадзор забанил все по одному колечку так кстати реально зонтик кидается зонтиком может ну-ка давай ух ё-моё у него стакается эффект этот а я не знал то есть у него украсть скорость атаки на 19 секунд с каждого то есть он украдет на 50 процентов скорости атаки но время будет с каждого суммироваться то есть просто на полторы минуты правда скорость атаки только с луками работают они с пистолями но тем не менее они-то все медленнее атакуют что может этот дезинтеграцию хоть раз атака у него смотрим опачки не попали не попали печально первый раз заезжал дезинтеграцию промахнулся а пара кстати мужика вызвать давно уже пора я чуть отвлекся а вот нормально совсем другое дело миша нет возложим руки на медведа 133 точности так-то нормально должен выпадать по идее а попал с горит не сгорит не сгорел конечно нормально задамажила а ему больше угла напихали живенько стал перезаряжаться по-моему одинаково да не не извин просто не попали первый раз нет проблем нет проблем хп у них очень много явно явно тут вон еще не были посмотрим что там что-то как-то первый раз они опаснее выглядели а эти чут какие-то беленькие какие-то беленькие хотя что не очень беленькие что не очень беленькие не а если не 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 а не не а не а а а а а на а а а было 3 этим все В принципе, сбивали этим народом. Если только они сбиваются, сбиваются и поедем. Да-да, хорошо, что не улетело вообще. Причем это не пинок ногой был, он же стоял-то вообще вот здесь. Это, я не знаю, это айбилка какая-то, которая в нокаут отправила. Что там дела? Ну, слушай, Саныч, у меня ведь тоже порой такое бывает, когда я, не знаю, неосознанно сделал себе бутерброд, например, и потом батон взял и сунул в морозилку. Причем на автомате. Не паришься нисколько по этому поводу. А потом вдруг начинаешь искать, думаешь, где же мой хлеб? Ну где же мой хлеб? Все, обыскиваешь, а когда находишь его в морозилке, думаешь, какого? Добрый ночи, Сартрик. Какого художника вообще? Да что такое часто случалось? Бывает. О, луч смерти прожал. В чём его луч смерти нормально так дамажит? Стоит отдавать ему должное. да ладно завалили это луч смерти луч смерти завалил и там совсем дикий уж они кстати нормально работает у рейнджера типа когда рейнджеры питомец атакуют одну цель то есть шанс оглушить на 2 секунды и тот шанс судя по всему очень высок да это обилка мага огненный луч но мага он полное говно а вот у этих мужиков он нормально заходит почему-то добьют тебя он добьют бейна я же слышал кого-то где там про них уж должно быть все написано в кодексе вот каменолом уровень 12 носитель нет еще не все клонение 109 реакция воля бла 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 какие-то там способности безглазы это древние загадочные миг фолк известная больше по легендам вот безглазых 36 51 дробящий вот поэтому я делаю резис дробящему на фул плейд сила сложение 25 сила 25 читеры не бывает такого рубище 14 огненная неуязвимость электрические неуязвимость то есть его нужно либо колющим а колющего у нас много либо дробящим тем самым молотом поэтому крякин сам со временем поднимется если он здесь есть надо кстати за костром сбегать на всякий это у нас всего один один это как известно мало мы там самое пекло ведь полезен а давать некому потому что он двуручный то есть если я дам танку то слишком просядет отклонение наш танк будет слишком быстро разваливаться а у нас практически все танки вся первая линия некому банально некому я бы дал но некому думаешь наверняка надежный способ к бабке не ходи просто всплывет стоит только лом опустить в урановую воду а вдруг экспы не дадут если его таким способом завалить у меня конечно и так уже потолок экспы но мои певчи это не докачались так наверное не увидим никогда призывное оружие им нужно еще один уровень поднять этим самым певчим тогда мы сможем призывать оружие летающие так и от башни играют ну они скорее в ящик сыграют сразу же только я им молот дам изготовление травм давайте посмотрим блин не посмотрим пока вот смотрите кракен где мой урановый молот это локоны ондры из водоема перед вами поднимаются столбы воды перекручиваясь и извиваясь плещащие по воздуху спирали ты хорошо постарался разошел так далеко признаюсь я сомневалась что у тебя получится но не хочу утешить тебя ложными надеждами тебя ждет еще более сложное испытание очень не хотелось бы получить неприятный сюрприз в центре этой скалы растет большой кристалл ты узнаешь его когда увидишь от удара по кристаллу вибрация распространится по стенам при должном старании все вокруг просто обвалится безглазые будут похоронены под обломками конечно если бить в одиночку на это могут уйти годы мозгов не хватает чтобы что-то придумать что ты предлагаешь ударь по кристаллу молотом обидона безглазные проснуться и придут на его зов и тоже начнут бить по кристаллу они соберутся вместе и сами себя похоронят я поняла что лучше всего положить им конец ибо в каждом из них закрещена малая частица самого обидона после их смерти эти частицы и хранящиеся в них воспоминания исчезнут я не думала об опасностях связанных с их существованием пока на пороге моего аббатства не появился хранитель чего же мы ждем одного удара по кристаллу будет недостаточно безглазые будут откликаться только на звенящий молот тебе нужно будет оставаться там и работать молотом до конца пока стены не начнут рушиться клянусь перед тобой и всеми остальными богами что ты заплатишь за это ведьма проклятая я не хотела обманывать а лишь желала ускорить дела и помочь тебе смириться с безглазыми нельзя договориться от них нельзя убежать однажды настанет день и этот день не очень далек когда они убьют тебя и сравняют дерут с землей ты видел что они сделают а таким образом ты сможешь их остановить а дело в том что ты не зря помечен безглазыми всем будет лучше если виденное от тобой будет забыто столб воды разом столбы воды разом падают обратно водоем с небольшим выплеском она хочет чтоб я долбил молотом пока тут все не обрушится и не похоронит меня собственно что может пойти так поверхность водоема разглаживаться на ней вы видите только свое лицо и лица своих спутников с тоскливыми и обреченными выражениями а может нам лютику дать молоток пусть долбит мы потом его снова клонируем делов то не впервой здравствуйте и 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 Отправь Мишу. Мне Мишу немного жаль будет. Что-то она в первой бутике. Так, Сардас достанет. Ну блин, я тогда опять первого левела буду. А я столько качался, столько качался. Столько трап разминировал, что пап на 16-й. А я думал, тут уже все. А тут еще добраться нужно. Еще совсем даже не все. Ну так-то наш дракон, конечно, дамажит. Конечно, дамажит. Ну ладно, нормально все. Все как надо играет. У нас, наверное, Миша здесь главный дамагер. Как раз с дробящим. Вжаривает. А вот, не повезло. Крокодилы появились. Ну это ж твой уникальный шанс завести себе домашнего питомца. Нет проблем. Блазь в темноте. Блазь вводят ручными крысами. Ну или не совсем ручными. Правда, я еще слышал, что он обычно переживает хозяина на пару недель, если его не кормить. Этого самого крокодила. Зато ручной крокодил, это ведь так клево. Не как все. Здравствуйте. Шмальнул уже своим зонтиком. Так, что у нас здесь? Судя по отметинам от когтей, чешуя на краях этого бассейна, его часто используют лагуфеты. Видите, что в глубинах холодных, мутных, вот что-то мерцает. Ну-ка, Лютик, давай. У тебя ж резис там холода? Лютик погружается в воду и сразу чувствует обжигающий холод. Сама вода спокойная. Она при слабом телосложении, погрузившаяся более чем на нескольком мгновении, будет сильно страдать от холода. Да, телосложение там и тебе не качали. Это у нас там... Ага! Жена! Жена, давай ныряй. Давай, ныряй. Ксиона, не обращая внимания на сильный холод, погружается под воду и плывет к свету, мерцающему в мутных глубинах ледяной пещеры. Телосложение 17. Ксиона быстро забирает сокровища лагуфетов. Среди них разные монеты и набор на удивление хорошо сохранившихся пластинчатых по ножей. По ножей. К сожалению, движение у Тенни. Каза, заметила группа лагуфетов, теперь они подплывают поближе, чтобы узнать, что происходит. Спрятаться от лагуфетов будет сложно, но для того, чтобы пытаться их обогнать в воде понадобятся феноменальные атлетические способности. Плывет к поверхности со всей возможной скоростью. Атлетика 13. Ксиона уверена отталкиваться на ледяной пещеру. Даже держа сокровища лагуфетов под мышкой, Ксиона с легкостью достигает поверхности, не попав в когтистые лапы. Изи просто. Через несколько мгновений из проруби выскакивают разъяренные лагуфеты. А? Женота у меня. Огонь, баба. И в горячую избу может войти в ледяную прорубь и подправиться. А, жена добычица. А, жена добычица. А, жена добычица. В шутку. А, жена добычица. Что там, что там? Вот это, что ли? Штраф скорости заспехов плюс 5%. Вычатарона рубящий колющий. Наверняка не стакается. С поясом. Да? Да, не стакается. Ну так-то неплохо. Рубящий и колющий. Но тут область действия ауру фанатичности 20%. Слишком полезная эта хреновина. Не хочу ее менять. Тот самый кристалл. Кристалл мироздания. Или как там он? Во второй дьяволе-то назывался. У Бала, который стоял. Кто-нибудь помнит, может быть? С крутого выступа открывается вид на широкий зал, который наполовину заполнен водой из озера. Вы можете спуститься здесь, но склон кажется слишком крутым и скользким, чтобы по нему можно было забраться обратно. А, то есть назад дороги не будет? Давай засоедимся. Ну поехали. Где мой урановый молот? Что? Тут выпустили Кракена. Е-мое. Дезориентация, доминирование, заворожение. Но нет иммунитета к параличу. Да, вот и Кракена подвезли. Вот и Кракена подвезли. Чем будем обмазываться. Еще пыльца отвлекут телом. Сейчас сами справимся. Главное обмазаться как следует. Так, а давайте мы никуда не побежим. Ты, значит, корона? Кастя. Надо мозги было всем отключить. Щупальца. Так, продление бафов. Чем еще сразу обмотаться? Бонусом к отклонению. Самое время, кстати, прожать вот эту обилку, которая дает. С ног сбили. 2.6. Вставай, Андерс. Настало время. Твоей обилки крутой. Которая дает всем максимальную защиту. Давай. 180. А, я же там обмазался, да, точно. Лол. Нормальная тема, да? У всех причем. У всех по 180 отклонения. И броски по 130 и 200 по воле. Нормально так. Душевненько. Ну, нам, наверное, разбегаться нельзя. Или можно разбегаться на любое расстояние. Где там ружья этого? Мужика. Тебя аж нет эмунитеток, пора лечу. Мужика. Лол. 75. Ё-моё. Кирпичи ложил. Да, он что-то какой-то совсем... Фу-фу-фу. Хозяин щупалец. Пати даже не по колено в воде. Это, кстати, хороший вопрос. Ну, может, он там этот... Складывается очень. Да. Кракинг вида вообще. А, вот его друзья. Так вот, мы разбежались. А эта хрень не спала же. Слушайте, нормальная тема. У всех максимальное отклонение. Это он не то, что не волевой. Он какое-то полное днище. Я ожидал батла людова, а тут... Я, конечно, возможно, даже слишком обмазался. С теми этими бафами. Жесть. Какая же это жесть. Надо баф обновить. Нет, Миша. Аня, ты еще жив. Вперед! Вперед! Я продолжаю. Ты еще жив? Я не... Можно. Оказывается, можно. Всем сделать просто по 180 отклонения и... ...две сотни бросок по воле. Просто изи вообще. Да ладно. Весь эпичный батл пропустил. Здравствуй, друг мой. А, все понятно теперь, где сидел Кракен. Сюда зайти нельзя. То есть здесь, типа, этот... Глубоко. Вот он где сидел. Короче, Кракен совсем изи. Да, и крепость взяли, и... Чего мы тут только не сделали. И молот скрафтили. Да, возвращение блудного Чикаго. Я уж думал, сегодня вообще не придешь. Может, расстроился из-за чего-то. Так ведь и прошли бы, пиларсы, без тебя. Из стены, словно торчащая из раны наконечник копья, выступает огромный кристалл. С идеальной грани минерала на вас смотрит армия отражений. Он откликается на звуки ваших шагов мягким, звенящим гулом. Кому-то придется взять молот Абидона и бить по кристаллу. Ондра предупредила, что тот, кто сделает это, будет погребен здесь вместе с безглазами. Кого выбираете? Но ведь... Но ведь я не могу умереть. Хорошо, что у меня есть сейв лот. Тра-та-та-та-та-та-та. А... С чего бы ему это делать, сиреня, не понимаю. К чему это? Зачем это нужно вообще? Он ведь проходил уже много раз вайт-марш. Так все знают. Сделать это самому. Вы берете водолазный шлем и прячете... А у меня же водолазный шлем, кстати, был реально. Прячете к себе, на всякий случай. Поднимаете молот и замахиваетесь им, чтобы ударить по кристаллу. В воздухе раздается чистый ясный звон, который вы ощущаете даже зубами. Через несколько секунд по воде проносится рябь. Приближается что-то большое. Вы киваете остальным на прощание. Остальные члены отряда выбираются из затопленной пещеры и бегут по туннелям. Продолжаете бить по кристаллу молотом. Каждым ударом усиливо предыдущий. Эхо превращается в ощутимую дрожь. Тем временем в пещере начинает пульсировать более тяжелый ритм. Это звук шагов. Десятка шагов. Остальные поворачивают за угол и видят наступающую шеренгу безглазых. Существа рывками двигаются под ритм раздающихся снизу ударов молота. Но они поворачивают голову в сторону отряда и тянут свои руки, выкручивая их на поршнях. Использовать заклинания главарь, но ведь они иммунны к майн-контролю. А давайте используем. Обдумайте, кто наложит заклинания. Ну, Андерс, очевидно. Часть безглазых в середине процессии с рыком нападает на сседей. Как? Как у них же там иммунитет к доминированию и заворожению? Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Другие безглазые поворачиваются к источнику беспорядка, распространяя волнение по шеренге. Увернутся от безглазых. Отряд пробегает мимо отвлеченных монстров. К счастью, существа слишком заняты кристаллом, чтобы броситься в погоню. Продвижение по пещере продолжается. Вы продолжаете размеренно бить по кристаллу. Безглазые собираются в пещере и начинают колотить по стенам одновременно с ритмичными ударами молота. Земля трясется. Ее засыпают у спавшие камни и расколотые кристаллы. Отряд бежит по темным громыхающим коридорам. Все новые безглазые бредут навстречу, но они слишком зачарованы нарастающим ритмом и лишь изредка тщетно замахиваются на кого-то из отряда. Туннель сужается, впереди уже брежет свет. Должно быть выход за следующим поворотом. Раз в год и палка стреляет. Раз в год и механизм подчиняется мейн-контролю. Ну, он засыпан обломками. Тем временем поверхность проседает вниз сразу на несколько футов и туннель начинает крениться на бок. В пещере слышится далекий шум стремительного потока воды. Безумие условия не выполнены. Камни-близнецы условия не выполнены. Нет друида и нет... А кто у нас в безумии? Там варвар. Поднять обломки ломом. Тут у нас есть лом. Где-то должно быть слабое место, но понадобится опытный взгляд, чтобы его найти. Кто же у нас будет расчищать путь? Кто же у нас самый глазастый? Да, в принципе, и Лютик глазастый, сильный и умный. Да? Да. У тебя хорошее восприятие, Лютик. Но и Андерс тоже. Норм, мужик. Андерс замечает... И, кстати, у него механика еще есть. Андерс замечает неустойчивый булыжник и поддевает его ломом. От легкого толчка камень выпадает, а вслед за ним осыпаются и другие обломки. Механика 7. Луна опять потрясается. Вряд выбегает на лед как раз тот момент, когда из глубин озера снова раздается громовой грохот обвала. Громовой грохот обвала, когда раздается, ребята. Без глаз я продолжаю стекаться в пещеры и всех туннелей и закоулков. Ваш шаг звенит от нарастающей какофонии дробящегося камня и разбивающегося кристалла. Тем временем уровень воды поднимается. Воздух раскалывает зубодробительный треск. И мощный поток воды сбивает вас с ног. Вся пещера вращается, погружая вас в студеную смесь из зазубренного металла, рваной плоти и камня. Отряд мчится по озерам. Лед пронзительно скрипит и трещит, опасно раскачиваясь под ногами. Тонущая луна стонет по льду, во все стороны разбегаются длинные трещины. Не зря я своим певчим брал, распев на ускорение. Блажен был Венгрид быстрее. Прикольно, кстати, что они тут всякие интересные условия запилили. Типа там спелл, обилка паладина, обилка певчего. Блажен был Венгрид. Лютик, давай. Бомби. Слова наполняют ряд бодростью и решительностью. Все ускоряются, опережая расколывающийся за спинами лед. Почему здесь нет функции всем обуться в ботинки, которые дают плюс 3 скорости? Ведь у меня их там миллион просто этих. Этих ботинков, которые... Ботинок. Виндволк, да. Реально, там всем боты раздать с плюс 3 скорости и все. Наконец, я добираюсь до берега. Лишь край луны еще виден над льдом в центре озера. Выжившая молча смотрит, как она погружается в глубины. Ну, массовый виндволк это, в принципе, вот блажен был Венгрид. Пробираетесь по... Хотя там такой себе виндволк. Без инвиза. Вода ледяная, воздух в водолазном шлеме едкий. А дыхание хриплым рыком раздается в ваших ушах. Все равно это лучше, чем утонуть. Вы убираетесь подальше от оседающих обломков и видите над головой призрачный свет поверхности. Наконец, вы добираетесь до мелководья. Вы пробиваете тонкую корку льда и выбираетесь на берег. Тело трясет от холода, но самое тяжелое позади. Изи. I'm alive. Alive. Да ничего там не было, Чикаго. Не слушай их. Тупо ходили, фармили просто локации. Никто не оказал нам достойного сопротивления. Вы стоите на берегу озера. Покачивание льда и дрожание поверхности воды замедляется. И вот вы уже смотрите на момент застывшего времени. Когда мир снова приходит в движение, оно идет в обратном направлении. Получено опыта 7,5к. Суммарно. Поверхность воды бурлит и колышится, словно собираются что-то извернуки своих глубин. Так и происходит. Над водой поднимается целый осколок. Ее не братр. На поверхности озера снова образуется лед, распространяясь длинными холодными пальцами. Безглазые выходят из осколка луны и ступают на лед. Они накручиваются вокруг луны, расширяющейся спиралью. Типа вот так вот, да? Да можешь пересмотреть, конечно, просто ничего интересного, но там не увидишь, в Чикаго. Они останавливаются, когда к вам приближается начало шеренги. Они говорят одним голосом, в котором слышится скрижет металла и шипение пара. Мы разбиваемся и тонем. Нас бросают, словно изношенные инструменты. Почему ты обрек нас на небытие, Рексар? Они еще и этот... Разговаривать умеют. Не совсем безмозглые механизмы. Потому что вы нахрен не нужны. Вот и все. Мы защищаем наследие Эоры. Мы защищаем чудеса, созданные ее жителями. Нет ничего более важного. Они вытягивают тупые и острые орудия, которыми оканчиваются их руки. Тогда почему вы напали на арсенал Дургана 200 лет назад? Протест звучит так же пронзительно, как скрипт металла. Мы бы скорее пожертвовали своими телами, чем взглянули хоть один камень из такого места. Зачем ты мучаешь нас беспочвенными обвинениями? Потому что он изменил о вас. Заманипулировало. Женщины они такие. Они могут. Заставил уничтожать вместо того, чтобы сохранять. Безглазые стоят неподвижно. Но вы слышите, как жужжат их шестеренки, когда их дух размышляет над этим. Заставил их задуматься. Расчехлянь блокнот. Нет, оставь свой блокнот. Нитронот МЧК. Кукла мужиком говорят. Тогда нас предали. Ну, вы были приобрез... О, нет. Вас просто приспособили под новую цель. Что использовали? Существо, стоящее ближе всего к вам, с силой вбивает свой булавовидный кулак в лед, протестующий рыча. А что, если мы приспособим твои хрупкие руки с помощью железных клешней? Твои ломкие кости с помощью мощной стали. Один из безглазых потрясает серпом, который размером не меньше вас. Мы лишили счастья себя, Роксар. И нас заставили предать то, чем мы дорожили. Вы чувствуете их мучительную боль, похожую на удар молота. Что? Колыбель цивилизаций. Присоется от ярости безглазых. Каждая культура возникает на костях предыдущей, но многие смотрят только вверх, в будущее, а не вниз на фундамент, на котором стоят. Как камень, который строит нахлонную башню. Оставшийся ледяной покров трещит и стонет. Чем они угрожают своим потоком? Чем позорят своих предков? Вы слышите в голосе безглазых напряжение крошащегося камня. Предательство в памяти расстраивает вас, очень. Это все равно, что принять дар только для того, чтобы плюнуть в лицо дающему. Каждое достижение в ремесле и организации власти было выковано с помощью навыков и жертв. Вы чувствуете эти слова и заключенную в них злость костями. Те, кто будет отрезан от своего прошлого, зачахнут. Они этого и заслуживают. И что ты предлагаешь? Снять велену с глаз богов и смертных. Поэтому мы должны вернуться в себя и восстановить Абидона. Абидона восстановить? Как вчерашний бой с летающим монстром. Он жив. Он еще жив. Привет, Джейсор. Доброй ночи. А может быть уже и утро. Восстановить Абидона. Ну, отлично. Возвращайтесь с себя и снова станьте богом сохранения. Мы позаботимся о восстановлении этого мира и его жителей. Вам в спину бьет сильный порыв ветра. Вас закладывают уши. И на мгновение вам кажется, что из неба выкачивается весь воздух. Внезапно все заканчивается и вы оказываетесь в снегу. Перед вами простирается рубецкие раны. Сталвард крайне значительно положительный. Безглаза исчезли в глубинах озера и их связь с Сондрой была наконец разорвана. В белый переход, над которым больше не нависала эта угроза, вернулась надежда. Охотники отправились в леса и путники выехали на дороги. На смену истории о лесных чудищах пришли легенды о храбрости хранителя. Жители Сталварда заняли свои руки работой, а языки в песне, с охотой ухватившись за возможность жить в мире и в спокойствии.